Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с альбомом картин художников в фототипе. Описание этих работ. Художественно-литературный журнал, редакция журнала Всемирная иллюстрация, Санкт-Петербург, 1893 год. Вакханка, Бруни. Художественная деятельность Бруни занимает одно из самых видных и почетных мест в русской живописи. В первой половине нынешнего столетия появление картин Бруни и Брюлова составило эпоху в истории русской живописи. Хотя еще при жизни Бруни возникли иные и новые веяния в русском искусстве, но то, что он сделал, было необходимо и многому научил. Окончив свое художественное образование в Петербургской академии художеств, Бруни еще очень молодым человеком, 22 лет от роду, был отправлен в Рим, где и начинал свое художественное поприще, несколькими оригинальными произведениями «Святое семейство» и «Святая Цицилия». И вскоре завоевал себе большую известность не только в России, но и в Западной Европе. Хотя по направлению и приемам Бруни принадлежит к школе итальянской живописи конца прошлого и начала нынешнего столетия, В школе, безусловно, господствовавшей тогда Киев-России, в таланте Бруни, тем не менее, есть много оригинального и самобытного. Ни в манере, усвоенной им, ни в композиции не видно подражания предыдущим мастерам. Рисунок его отличается большой правильностью, прекрасным изучением антик. Отличительные свойства его таланта в особенности сильно отразились в сложной, искусной, очень изящной группировке фигур и в прекрасном освещении. Из числа наиболее известных его картин, кроме образов в Исаакиском соборе и в Храме Спасителя в Москве, следует указать на «Медного змея», «Моление о чаши» и «Вакханг». Все печатные отзывы о «Медном змеи» после того, как эта картина в 1840 году была привезена в Петербург, были преисполнены почти безграничными похвалами этому произведению. В самом деле, замечательному по составу и расположению групп, по типичности и выражению фигур и лиц, по общему колориту, соответствующему содержанию грозного библейского события. Его моление о чаше изображает Христа полного скорби и предзнания ожидающих его страданий и производит очень сильные впечатления. Оригинал этой картины находится в Петербургской эрмитаже, а повторение написано самим Бруни в Церкви и Академии художеств. Наконец, третья очень известная его картина «Вакханга» переносит нас совсем в иной мир, мир грации и красоты. «Вакханга» — одно из первых самостоятельных произведений Груни, написанных в 1824 году в Риме. Это идеалистический жанр, бывший тогда в большой моде. «Вакханга», которая поит Амура из кувшина. Написана эта картина очень колоритно и нежно. Лицо и фигура в Акханге прекрасны. Лицо типически итальянское, сладострастное, с какой-то опьяняющей негой в глазах. Ее голова украшена овенком из виноградных листьев. Очень хорош также и Амур. Все аксессуары соответствуют сюжету. Ну, вот такое описание по журналу 1893 года. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok